всем привет давно не было экспериментов на канале я решил это исправить но не переключайте сейчас я быстренько объясню в чем именно суть вы знаете что иногда я делаю эксперименты с расходом топлива то есть на протяжении 20 27 километров я езжу обычно на 50 50 плюс скорости очень спокойно и стараюсь сделать максимально минимальный расход топлива так вот часто в комментариях и на форумах было такой вопрос что 27 километров это недостаточно чтобы машина чтобы машина показала реальный расход топлива и типа эти цифры они занижены поэтому сегодня я решил не знаю вообще как я на это решился на том же участке дороги проехать но уже не 27 а 100 километров чтобы показать вам что реально сделать такой же расход топлива имеется ввиду что нету никакой разницы между 27 километров и 100 километров если эти километры мы едем в абсолютно таком же режиме по условиям сейчас у нас ниже вот уже вижу ниже 10 градусов 8 градусов показывает ветера нету и время у нас 22 35 получается 22 35 еще этот карантин то на дорогах почти пусто что ж поехали и Ну что ж, друзья, закончил я наконец-то с этим экспериментом. 100 километров, точнее сказать 101, и расход 3,8 литров на 100 километров. Давайте быстренько я все объясню. Во-первых, как я сказал, в баке залито топливо от другого производителя, чем в тот раз, когда машина показала 3,6. С этим топливом тогда автомобиль показал 3,9. Поэтому 3,8 я считаю идеальный результат. То есть мое мнение, что автомобиль покажет тот же результат и на 100 километров пробега, какой он показал и на 27. Подтвердилось, то есть машина показала даже чуть лучше. Но это не важно, 3,8, 3,9. Главное, что он показал такой же результат и не больше. Во-вторых, автомобиль Mercedes E220, который весит почти 1700 килограмм, может показать расход 3,8 литров на 100 километров без разницы пробега. То есть если ехать очень спокойно, это возможно. В-третьих, вы знаете, что этот эксперимент я всегда делаю на одном и том же участке дороги, который имеет 6,5 километров в длину. И отсюда выходит, что в каждом конце я должен разворачиваться. А это значит, что я должен оттормозиться не до нуля, но все равно оттормозиться, сбросить скорость и опять набрать ее до 50 с чем-то километров в час. Получается, что это не идеальные условия и есть место быть лучшим результатом. В-четвертых, на машине стоят колеса R18. То есть если вы поставите R16 на 225, потому что здесь 245, на 225, либо на 205 даже, то я думаю, результат вы сделаете еще лучше. И пятый пункт. Многие, наверное, скажут, что борткомпьютер не показывает реальный расход топлива. Поэтому здесь опять же я оставлю ссылку на мой видео, где я вам показал конкретно, что этот автомобиль показывает реальный расход топлива по борткомпьютеру. То есть совпадает тот расход, который он показывает и тот расход, который мы считаем, исходя из того, что заливаем, сколько заливаем. Ну что ж, вроде бы это все. Я надеюсь, вам мой эксперимент понравился, потому что я реально старался. Он пока что самый длинный из всех. Ну и пишите в комментарии, что вы об этом думаете. Ну а так, подписывайтесь на канал, сидите дома, соблюдайте карантин и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok